Привет! Это фрилансер по жизни. Продолжаем изучать JavaScript и сегодня поговорим о переменных и константах. Что же такое переменная? JavaScript переменная это такой себе контейнер, коробка, которая предназначена для хранения значения, информации для последующего использования ее в коде. Мы берем коробку, далее даем ей имя, клеим этикетку, чтобы потом было легче использовать. Помещаем внутрь коробки некое значение, информацию. Теперь нам намного проще работать с этой информацией в дальнейшем. Кстати, значение в переменных, информацию в нашей коробке мы можем изменять по мере написания программы. Проделаем то же самое, но уже с помощью JavaScript кода. Первым делом нам нужно объявить переменную, для этого мы используем ключевое слово let. После этого нам нужно поставить пробел, придумать и записать имя переменной, подпись или этикетку для нашей коробки. И тут существует ряд правил, о которых стоит поговорить. Имя переменной может содержать только буквы, лучше латинского алфавита, цифры и символы доллара и нижнего подчеркивания. При этом имя переменной не может начинаться с цифры. Посмотрим на примеры. Здесь мы видим 4 варианта правильного объявления переменной. Ниже 2 варианта неправильной, которые тут же вызовут ошибку в консоли. Для лучшей читабельности кода имена переменных должны соответствовать содержимому. То есть, чтобы нам и другим программистам было сразу понятно, что хранится в этой переменной. Согласись, если мы назовем нашу коробку как-нибудь вот так, то нам и другим людям будет очень сложно понять, что же находится внутри. Если имя переменной состоит из нескольких слов, то принято использовать так называемый стиль camel case, то есть горбатый или верблюжий регистр. А если быть совсем точным, то lower camel case. Это когда каждое новое слово кроме перо начинается с заглавной буквы. Поэтому вместо вот таких вот непонятных имен переменных намного лучше записать их более понятным стилем. И как вы уже поняли, в том числе из предыдущего урока, в JavaScript регистр имеет значение. Исходя из этого, эти две переменные будут абсолютно разные. Нелатинские символы разрешены, но не рекомендуется использовать. Технически объявление вот таких вот переменных не вызовет никакой ошибки. Но лучше так не делать. В качестве имен переменных нельзя использовать так называемые зарезервированные имена, так как они используются самим языком JavaScript. Эти имена могут принадлежать ключевым словам, некоторым литералам и так далее. Следовательно, вот таким образом мы записать не сможем. Это сразу выдаст ошибку в консоль. Список зарезервированных имен ты найдешь по ссылке в описании. Отлично, мы научились объявлять и задавать имена переменным. Далее попробуем присвоить им значение. Поместить что-нибудь в коробку. Начну с того, что переменную можно объявить и без значения. То есть просто создать коробку. А уже в дальнейшем присвоить некое значение. При этом повторно писать ключевое слово let не нужно. Чтобы сразу объявить переменную и присвоить ей значение следует записать вот таким вот образом. В том или ином случае для того, чтобы присвоить значение переменной нам нужно использовать оператор присвоения. Он выглядит как равно, но путать их не стоит. Слово freelance в кавычках это строка с текстом. Об операторах и различных типах данных, в том числе о строках, мы поговорим в отдельных выпусках. А сейчас, чтобы лучше понять синтакси записи переменной со значением, попробуем прочесть нашу инструкцию по-английски. Поскольку ключевое слово let можно перевести как пусть, то данную инструкцию я бы прочитал, пусть мой образ жизни будет freelance. Теперь наша переменная, наша коробка my lifestyle содержит строку freelance. Это мы и можем вывести в консоль. И соответственно далее по коду использовать уже не строку freelance, а переменную my lifestyle. Если нам нужно объявить сразу несколько переменных со значениями, это можно сделать одним из следующих способов. Например, написать один раз ключевое слово let и далее через запятую перечислить имена переменных со значениями. Например, в строку. Но это не очень удобно. Можно сделать то же самое, но каждую переменную писать с новой строки все также через запятую. Если на первых порах это все кажется непонятным, ты всегда можешь записывать переменную с новой строки, при этом каждый раз использовать ключевое слово let. Так немного длиннее, но зато читабельнее. Стоит отметить, что для хранения значений в переменных выделяется определенное количество оперативной памяти на устройстве пользователя. Впрочем, о том как JavaScript работает с памятью я расскажу в отдельном выпуске. А сейчас поговорим о том, что значение переменной можно поменять по ходу пьесы. То есть выбросить то, что у нас в коробке и поставить что-то новое. Для этого не нужно повторно писать ключевое слово let. Достаточно записать имя переменной, оператор присвоения и новое значение. Теперь при выводе в консоль переменной my age мы увидим именно новое значение. Эх, если бы реальный возраст можно было изменить так же легко. Также мы можем передать значение из одной переменной в другую. Посмотрим, например, у нас есть две переменные с разными значениями. Далее мы записываем имя одной переменной, оператор присвоения и имя другой переменной. В итоге переменная my age получает значение переменной my new age. Это мы и видим в консоли. В прошлом видео я рассказывал о так называемом строгом режиме useStrict. Так вот его наличие или отсутствие влияет на объявление переменных. Раньше допускалось присвоение переменной без ключевого слова, просто присвоением значения. Это работает и сейчас, если строгий режим useStrict не используется. Но работая в строгом режиме, что чаще всего происходит в современных проектах, такая запись тут же вызовет ошибку. Поэтому, если у нас присутствует useStrict, объявлять переменную мы должны с помощью ключевого слова let и до ее использования в коде. Объявление переменных в разных частях JavaScript кода имеет большое значение. Это так называемая область видимости переменных. И этой самой областью видимости переменной будет так называемый блок. Помните, в прошлом уроке я рассказывал про блоки JavaScript инструкции. Это когда инструкции помещены между фигурных скобок. Так вот, если мы объявим переменную внутри такого блока, то за его пределами ее существовать не будет. Она не будет видна. Об этом свидетельствует ошибка в консоли. Но внутри блока никаких ошибок нет и все работает. Вот еще один интересный пример, когда переменные внутри и за пределами блока имеют одно и то же название. Но фактически это две разные переменные и живут они каждая своей жизнью. При этом никаких ошибок не возникает, все прекрасно работает. Также в рамках одного блока переменную стоит использовать только после ее объявления. То есть вот эта запись вызовет ошибку. На данном этапе мы еще не знаем, что такое myAge. Повторное объявление переменной в рамках одного блока запрещено. То есть вот эта запись вызовет ошибку с сообщением такая переменная уже объявлена. В то же время в рамках блока, например в цикле, никаких проблем нет. В этом первом цикле переменная i будет жить своей жизнью, а в этом во втором цикле своей и никаких ошибок не возникнет. Мы еще вернемся к работе переменных внутри блоков, когда будем изучать каждый из них по отдельности. А сейчас поговорим о константах. Константа это та же переменная, но которую нельзя изменить. Ну почти. Для объявления константы используется ключевое слово const, которое является сокращением слова constant, которое в свою очередь можно перевести как постоянный. Как я уже говорил, главное отличие констант от переменных в том, что константу нельзя изменить впоследствии. То есть такой код вызовет ошибку. Во всем остальном, что касается правил имен констант, области видимости, тут никаких отличий с переменными нет. Но существует пара нюансов. Первый касается имен констант. Дело в том, что существуют константы, значения которых известны еще до выполнения программы. Например, какой-то стандартный размер либо код цвета. А существуют константы, значения которых присваиваются в процессе выполнения программы. Например, путем вычислений. Оба этих значения впоследствии не меняются. Так вот, имена тех констант, чьи значения известны, заранее принято записывать в верхнем регистре, а слова разделять нижним подчеркиванием. По сути, такие константы — это просто более удобные псевдонимы, значения, которые жестко заданы, закодированы заранее. Ну а имена тех констант, чьи значения присваиваются в ходе выполнения программы, будут записываться точно так же, как и имена переменных. Напомню, что ни в первом, ни во втором случае изменять значения констант нельзя. Второй нюанс касается самого правила констант, в котором сказано, что их нельзя изменить. На самом деле можно. Правда, речь идет не об изменении типа данных константы, а об изменении значений внутри определенных типов. Сами типы данных мы будем изучать отдельно. Сейчас я остановлюсь только на изменении значения, и для этого я присвою константе пока неизвестный нам тип объект с некоторыми данными. Его я и выведу в консоль. Далее я поменяю значение одного из полей объекта с 36 на 18. И вуаля, нет никакой ошибки, а само значение поменялось. То же самое сработает для массивов и других объектных значений. Наверняка ребята, которые уже были знакомы с JavaScript, успели написать комментарий типа, а как же var, где var и тому подобное. Верно, для того, чтобы объявить переменную в JavaScript можно использовать ключевое слово var. Более того, это был единственный метод объявления переменных до появления led и конст с выходом ECMAScript 2015. Получается, ключевое слово var var устарело и про него можно забыть? Не совсем. Одни считают, что да, устарело. Ну а другие выгодно используют отличие var от led и конст. Я же предлагаю познакомиться с ним поближе и посмотреть на отличие. Как минимум, это улучшит понимание языка JavaScript. Кроме того, ключевое слово var еще очень часто можно встретить в текущих проектах. Первое отличие в том, что переменную уже можно использовать еще до ее объявления ключевым словом var. При этом неважно, используем мы строгий режим или нет. Второе отличие касается области видимости переменных. Как мы уже знаем, переменная либо константа объявленная с помощью led либо const внутри некого блока не будет видна за его пределами. Если в качестве блока выступает функция, то в случае с var будет то же самое. В случае с другим блоком, например, с условием, переменная объявленная led все так же будет вызывать ошибку, но переменная объявленная с помощью var никакой ошибки не вызовет и такая переменная будет видна за пределами блока. То же самое будет работать с циклами и другими подобными блоками. Перед тем как перейдем к домашке, стоит разобрать еще один важный вопрос. Стоит ли каждый раз создавать новую переменную или просто менять значение уже объявленной ранее? В случае, когда мы ленимся и не создаем новые переменные, получается следующее. Мы постоянно меняем содержимое коробки, при этом не меняя этикетку. И в какой-то момент нам либо другому программисту уже не понять, что же находится в данной коробке. Поэтому рекомендуется создавать отдельную переменную для каждого отдельного значения. Современные JavaScript минификаторы и браузеры очень хорошо оптимизируют код и это не создает никаких проблем с производительностью. Более того, использование разных переменных для разных значений помогает движку в браузере оптимизировать код. Домашка. Первое. Придумай имя переменной для хранения цвета глаз пользователя сайта. Второе. Объяви две переменные User и UserName. Присвой значение Вася переменной UserName. Скопируй значение переменной UserName в переменную User. Выведи в консоль переменную User. Результат должен быть Вася. И третье. Напиши в комментариях, какой вариант либо варианты записаны неверно. Вариант первый, второй, третий, четвертый и пятый. Успехов! Мы уверенно движемся вперед, раскладывая все по коробочкам. Обучайся, развивайся и помни, живи, а работай в свободное время.